Братья и сестры, здравствуйте! Мир вам и да хранит вас, десница Божия. Также да услышит Бог ваши молитвы, если вы о ком-то переживаете, и ваше сердце тревожится происходящим, и у вас есть имена, и перед глазами лица любимых людей, которые находятся в опасности, то ваше дело взывать к живущему вовеки, создавшему человека, и да услышит Бог ваши молитвы. Ну а мы будем говорить сегодня о том, что украинцы и русские – это все-таки один народ. Как бы ни было некоторым неприятно это слышать, и как бы последние события не взрыхлили душу в противоположную сторону. Один народ, я собираюсь это проиллюстрировать некоторыми примерами, кстати, хорошими и хорошими, и нехорошими. Например, страна наша соседняя и братская страна, которая допустила такую глубокую демонизацию своего сознания и полное порабощение со стороны чуждых идеологий из океанских товарищей, совершенно бесчеловечных, человеконенавистнических, никогда не уважавших никого, кем они манипулируют. Вот так получилось, что такую судьбу себе избрала эта братская ближняя страна. Она, безусловно, будет переформатирована, переформатирована очень глубоко и полностью. И вот что интересно, что переформатирование жизни в колыбели русской цивилизации, матери городов русских, Киеве и так далее, там Чернигове, Днепре и так далее, Новороссии, оно затрагивает глубинным образом всю российскую действительность, и Россия тоже будет переформатирована. Этого не происходило бы, если бы Украина и Россия были разными странами, разными народами, с разным цивилизационным будущим, с разным цивилизационным прошлым. Тогда события в Украине никак бы не отражались на нас. Наши олигархи занимались бы превращением себя, так сказать, любимого в офшорную аристократию. Как бы там ограбление одних за счет других, информационный мусор, школьное безумие, издевательство на среднем россияне, так бы и продолжались. Но Россия стала перед необходимостью глубокого переформатирования себя самой в связи с тем, что глубоко переформатирована будет по неизбежности соседняя и братская Украина. Повторяю, если бы мы были разными народами, нас бы вообще-то ничего не касалось. Как, например, конфликт в Сирии. Он идет, работают специалисты, решаются серьезнейшие глобальные геополитические задачи, но обыватель этого не чувствует, ему это, в общем-то, до лампочки. Кроме тех, кто реально воюет там и работает, служит, и тех, кто здесь ждет с молитвы именно в руках своих родных сынов и отцов. Это отдельная страна, отдельный регион, как бы и события там на нас прямо не влияют. Влияют, конечно, тоже, но не так глубоко и так серьезно. А вот события в Украине поднимают огромное количество вопросов. Ну, далеко нечего бегать. Бизнес, там, золотовалютные резервы, расчетная валюта, как бы, единая мировая, как бы ее поиски альтернативных расчетных валют, поднятие собственного производства, информационная работа. Мы же сейчас только об этом и говорим, что успешно побеждающая армия всегда имеет за своей спиной, например, там, какого-то тыловика, который там опаздывает или продает какое-то сгнившее сукно на шинели, или дипломата, который одним рощерком пера может сдать все успехи, там, значит, солдат, что было в нашей истории очень часто, или вот информационную проигранную войну, проигрываемую. То есть мы понимаем, что нужно совершенно по-другому строить информационную жизнь нашего общества. Совершенно по-другому. Из этого всего информационного мусора нужно вылазить в сторону патриотизма и ценностно-смысловых информационных ориентиров. Образование будет затронуто непременно, потому что мы сейчас с удивлением узнали, о том, что настоящий ученый – это только тот, кто печатается за рубежом, и там, собственно, назначают его настоящим ученым. А если он хоть будет с двумя головами Эйнштейна, но не будет печататься в англосаксонских научных изданиях, то никого не интересует его глубина познания и его прорывы. То есть это рабское состояние тоже нужно сломать и изменить. И в большой науке, и доходя до садика и школы. Надо, чтобы была ориентировка на совершенно другие ценностные вещи. В общем, мы столкнулись с необходимостью все-все-все менять. Нам-то рассказывали, что рынок все сделает сам, что свободная экономика все сделает сама, что, значит, ты только понимаешь ли, добывай нефть и газ и продавай нам по выгодным ценам, а все остальное там от туфлей, там, скажем, до самолетов. Мы тебе продадим по рыночной цене, и все будет классно. Ты нам это, мы тебе это, и все будет чики-пики. Нет, не работает, все поломалось. Потому что свободы прессы, свободы слова на Западе как не было, так и нет. Это миф и брехня. Рынок ничего не отстраивает, рынок слушается политического заказа, и мы должны понять это, как будто мы это раньше не знали. Нам нужно выстраивать свои собственные социальные сети, не надеясь на заокеанские сервера. Нам нужно выстраивать новую систему образования и патриотического воспитания. Нам нужно вообще все переформатировать, свое культурное, значит, слуховое, смысловое, зрительное поле, информацию. Это именно потому, что идет внутренняя серьезнейшая работа над ошибками, которые делались десятилетиями, если не столетиями. То есть ошибки накапливались, 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 и теперь доросли до критической массы, а доросшие до критической массы ошибки рождают кровь. Ну, в организме это называется операцией, когда запущенная болезнь требует хирургического влияния. Болезни вообще лечатся, согласно Гиппократу, только словом, травой и железом. Слово в данном случае это дипломатия. Трава это какие-то там политические методы всякие там, значит, а железо это вот неизбежные беды, которые приходят, когда болезней слишком много, когда проблемы накопились. Так вот, проблемы накопились и там, и здесь. И они будут взрезаться одним и тем же инструментом кризисного вот этого, значит, состояния. Кризис греческого — это суд. Наступило время прийти на суд. Не только, значит, там какому-то богобоязнному обывателю, вообще всем. Всем тем, кто пихал денежку в западные банки, кто был влюблен всеми потрохами в эту блудницу под названием «Вавилонская вот эта вот жена» из 18 главы «Апокалипсис». Вот эта вот всемирная блудница, напоившая весь мир вином своего яростного блудодеяния. У нас полным-полно было людей, которые влюблены в нее всеми кишками и потрохами. Они влюблены во все, что там есть, начиная с Голливуда, заканчивая Макдональдсом. Все, друзья мои, схлопывается дело. Кина не будет, кинщик заболел. И все, что переформатируется там, у нас под боком, значит, переформатируется должно и здесь. Повторяю, в бизнесе, информации, образований, в отношениях власти и народа, в социальных лифтах, в ответственности тех, кто лез, лез, лез наверх, а потом вдруг испугался ответственности. Ничего себе, я не для этого во власть шел, как одна сказала дама. Меня не предупреждали, что будет работа в таких экстренных условиях. А зачем вы лезете туда, где вся жизнь, собственно, это сплошной экстрим? Власть – это сплошной экстрим и страшная ответственность. В общем, я так вижу, что даже к гадалке не ходи, как бы, значит, что называется. Все видно на пальцах и белыми нитками шито. Россия и Украина – это одна цивилизация, одна общеисторическая судьба, и видно это хотя бы потому, что радикальная перестройка жизни в одной части этой цивилизации влечет за собой радикальнейшую перестройку жизни во второй части этой цивилизации. Это я вижу невооруженным глазом. Добережет нас молитва Богородицы, и добудет нам всем мир от Господа, когда наступит время мира. Аминь и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok